Добрый день, гости и подписчики канала Домашний Обзор! Сегодня на обзоре одна из самых дорогих игровых мышек в премиум сегменте от компании Pulsar. Модель X2, выпущенная в честь такой великой личности, как Брюс Ли. Таких мышек было выпущено всего 3000 штук в каждом размере, а размеров всего два, мини и медиум. Я взял размер медиум, так как мини для меня слишком маленькая. И именно в размере медиум эта мышка является прямым конкурентом Logitech Pro X Superlight. Их мы обязательно сравним в ходе обзора. Но сначала хотелось бы поговорить об упаковке. Производитель сделал коробку так, что купив эту мышку, я понял, что внутри лежит премиум продукт, даже не вскрывая её. Об этом как минимум говорит качество упаковки, качество нанесения изображений, гармоничный дизайн, который очень круто смотрится. И наконец, как идеально подогнаны все размеры, коробку можно открыть просто одной рукой, взявшись за крышку. Как будто купил не мышку, а айфон. И это действительно так. А теперь давайте посмотрим, что же лежит внутри, как всё упаковано. У нас есть ложемент, на котором выбита цифра 2. Она выбита здесь не просто так. Это типа размер мышки, медиум. А у мини соответственно будет цифра 1. Итак, давайте рассмотрим мышку вблизи. Иероглифы на колёсике. Всё выдержано в одном стиле. Фильм и игра со смертью, где Брюс Липпл в жёлто-чёрном костюме. Но Пульсар пошли дальше. Они решили не просто покрасить мышку, а сделать её специальным противоизносным покрытием, благодаря которому мышка остаётся цепкой даже в потных руках. И я это могу подтвердить, потому что я на ней уже 30 часов в Counter-Strike наиграл. Но если говорить серьёзно о покрытии, я думаю, что это порошковая покраска. Как минимум это так ощущается. Да и тем более порошок, нанесённый по технологии, держится довольно долго. Да и я не думаю, что Пульсар стали бы экономить на своём топовом продукте. Тем более данная покраска добавляет этой мышке 2 грамма. Она весит 59 грамм. А стоковая мышка весит 57 грамм. И тем не менее, в премиум сегменте это самая лёгкая мышка. И несмотря на такой маленький вес и отсутствие большого количества сот в корпусе, эта мышка в руках ощущается монолитной. Её даже когда сжимаешь, она не издаёт ни единого звука. В отличие от скрипящей, Ламзу Атлантис, если кто хочет сказать, что можно купить такую же, но дешевле. Да, они внешне похожи, но это не одна и та же мышка. Это даже не стандартный Пульсар Х2, который можно было сравнить с Ламзу. И вот если бы я выбирал между Ламзу и стандартным Пульсаром Х2, я бы взял Ламзу, скорее всего, потому что там ценник одинаковый. А эта мышка доработана. У них характеристики разные. И вот смотрите, мы её распаковали. Всё было в плёночках. И что мы видим сзади? Мы сразу видим тефлоновые глайды, 500, сквозь которые видна печатная плата. Серийный номер. У меня 1050-я мышка из 3000. И даже на печатную плату нанесена информация. Хоть её и немного, но смотрится круто. А когда мы поднимаем лужемент, мы видим две коробки. В одной коробке мы понимаем, что лежит, скорее всего, передатчик. Вот та маленькая со значком. А на большой коробке написана великая цитата Брюса Ли, которая заканчивается фразой «Будь водой, друг мой». Именно эта фраза нанесена иероглифами на колёсико мышки. А теперь приступим к распаковке комплекта. Такого я ещё не видел ни у одной мышки. Напишите, если где-то есть. Это стеклянные глайды. Их обычно покупают отдельно. Здесь они лежат в комплекте. В таком же жёлто-чёрном цвете. Скольжение невозможно сравнить с тефлоновыми. Это небо и земля. Хотя тефлоновые тоже есть в комплекте. Получается, у нас три комплекта глайдов, один установлен на мышке. Также вы получаете карточку, которая говорит, что у вас одна из трёх тысяч мышек. И на ней нанесена информация об этой мышке. Инструкция выполнена в одном стиле, с Брюсом Ли. Как и две наклейки, которые нам положили в подарок. Кабели передатчик выполнены в той же цитовой гамме, что и мышка. Кабель в оплётке паракорд. Более мягкого кабеля я ещё не видел. У меня все кабели, которые были, они были жёстче. Даже у того же Рейзера. Этот кабель я практически не чувствую. Хотя с кабелем я играл всего один раз. Попробовать. А теперь перейдём к инструкции. К сожалению, здесь нет русского языка. Придётся читать на английском. Из этой инструкции мы видим, как подключить мышку. За что отвечают кнопки. Где находится серийный номер. И как скачать приложение. На обратной стороне инструкции мы видим стандартную цветовую схему DPI, которая отобразится на единственном светодиоде в этой мышке. И которая также будет сигнализировать о низком заряде батареи. Моргая красным цветом. И она, кстати, до 70 часов заряд держит. А тут даже гайд по замене есть в инструкции. И прежде чем мы продолжим, подпишитесь на YouTube, кто не подписан. На Zen и на группу ВК. Там мы будем призы разыгрывать. Я даже для вас удобные QR-коды подготовил. Я надеюсь, все успели подписаться, а мы продолжаем. Как я говорил, мышки были выпущены в двух размерах. Это мини-версия и обычная. И разница в размерах не особо большая. Но на удобство очень сильно влияет. И кстати, вот она. Та самая мышка Simple Logitech Pro X Superlight. Между этой мышкой я выбирал, когда покупал Пульсар. Почему? Это действительно очень удобная мышь. Но мне не нравится подъем в середине мыши. У Пульсара он ближе к хвосту. И это намного удобнее для меня. По развесовке Пульсар тоже выигрывает. Даже сами Logitech заявляют, что у них развесовка не 50 на 50. И давайте послушаем клики этой мышки. Да, здесь нет мертвых зон, как и на Пульсаре. Механические свечи довольно тугие. И меня реально расстраивает то, что у Logitech все-таки оставили порт microUSB. Почему не Type-C Logitech? Я не говорю о том, что эта мышка выглядит, как обычная офисная мышь. Хотя это все на любителя. А что по размерам? Я сравниваю Пульсар Medium и Logitech Pro X Superlight. Да, Logitech чуть-чуть побольше. На 2 мм толще, на 5 мм длиннее, на 0,5 мм шире. Кому-то может понравиться, но мне по размерам он не подошел. Пульсар оказался удобней. А теперь давайте остановимся на Пульсаре и посмотрим на него подробнее. Они используют USB Type-C. И это мы видим сразу. Это современное устройство, никаких microUSB там быть не может. Снизу тоже все отлично. Боковые клавиши суперудобные. Они расположены точь-в-точь, как Logitech Pro X Superlight. Это, наверное, самое удобное расположение боковых клавиш, которые я когда-либо видел. Внутри, естественно, стоят топовые комплектующие. Это топовый сенсор от PixArt PAW3395 с разрешением 26th DPI, ускорением 50G и скоростью 650 IPS. На основных клавишах мы имеем оптические переключатели с ресурсом 90 миллионов нажатий. Да и тем более это оптика, у вас не будет дабл-кликов. В отличие от Logitech, где стоит механика. Боковые клавиши механические, но они так часто не используются, тем более механика здесь стоит топовая. На колесике стоит TTC Gold Encoder. Это самый топовый энкодер, который очень любят геймеры. Вы видите, мышка легко включается. Мы видим, что она оптическая, на камере это очень заметно. Сбоку есть единственный светодиод, который сигнализирует вам, какой у вас DPI в соответствии с вашей цветовой схемой, которая меняется в приложении, ну или стояла с завода, если вы еще не заходили в приложение. Также этот светодиод может сигнализировать о низком заряде батареи, моргая красным. Ну или чтобы светодиод вам не мешал, вы его можете отключить в приложении и просто отслеживать низкий уровень заряда батареи. А теперь давайте послушаем клики мыши. И перейдем к приложению. Мы видим нашу мышку Bruce Lee. Мы видим уровень заряда батареи, прошивку мыши, прошивку передатчика. И самое главное, то что мы можем настроить любую кнопку. Не как у Razer, там левый клик заблокирован. Абсолютно любую кнопку, пульсар дает свободу выбора. Здесь внизу мы можем увидеть ряд функций. Motion Sins, который заставляет мышку работать точнее, якобы, но это не точно. Debounce Time, который здесь в принципе не нужен, у нас стоят оптические свечи. Но X2 есть и с механикой. Это время, когда мышь не регистрирует нажатие. И Auto Sleep от 10 секунд до 10 минут. Я поставил себе 2 минуты. И это, по-моему, самое оптимальное время. Также можно скачать настройки в мышку. Там есть процессор, и он запомнит ваши настройки. Можно загрузить настройки, можно скачать настройки. Что у нас по настройке DPI? У нас есть несколько уровней DPI. В моем случае 4. Вы можете изменить их по вашему усмотрению. От 1 до 4. Чтобы не путаться, какой у вас DPI, вы можете поставить цвет на каждый уровень DPI. Он меняется довольно легко в приложении. У меня стоял красный, я поставил желтый. Сейчас я поменяю на фиолетовый. И это не будет какой-то большой проблемой взять и сменить цвет. Тем более все настройки в мышку записываются. Поэтому достаточно один раз выставить цветовую гамму, которую вы запомните. И пользоваться с комфортом. Этой мышке не нужна куча RGB подсветки. Здесь хватает одного светодиода. И он смотрится довольно органично. Итак, давайте поменяем цвет обратно на красный. И перейдем к следующим параметрам. Что мы видим ниже? Это частота опроса. У меня стоит 1000 Гц. Можно поставить 125, 250, 500 и 1000. Ниже расположена чувствительность мыши или сенса. Скорость скролла. И скорость дабл клика. Справа мы видим LOD. Lift of Distance. Высота подъема мыши над ковриком. Я поставил минимальную 1 мм. Снизу как раз настройки светодиода. Горит постоянно. Дыхание или вообще выключен. И функция Angel Snapping. Это сглаживание перемещения мыши. А теперь давайте поговорим про DPI. Он настраивается от 50 до 26 тысяч. Как бы кто играет на 26 тысячах? Но это просто объясняется. Ставите 26 тысяч DPI. Убираете сенсу в минимум. И все. И комфортно играете. Ну и последняя функция. Это функция записи макросов. И вы знаете, что макросы в играх я не поддерживаю. Поэтому переходим в главное меню. И давайте небольшой бонусный контент. Сравним эту мышку с моей старой мышкой, которая стоит до сих пор на столе. Это Razer Mamba Tournament Edition. На нее я обязательно сниму обзор. Эта мышь стоит того, действительно. Могу сказать точно, потому что этой мышью я пользовался последние 5 лет. Да, она тяжелая. Она чуть больше, чем Пульсар. Поэтому, соответственно, я решил ее поменять на более легкую мышь. Потому что мне надоели тяжелые мыши. И давайте проверим, насколько она тяжелее Пульсара. Первым на весы отправляется Пульсар. Подтверждает свой вес 59 грамм. Точь в точь. 59 грамм. Один в один. Нас не обманули. Ура. А теперь... Mamba Tournament Edition. 133 граммов. Два раза тяжелее Пульсара. Итак, давайте подведем итоги. Чем же хорош Пульсар? По мне, всем. Он лучше Logitech Superlight. Почему? Я сейчас объясню. Во-первых, здесь топовые комплектующие. Как и в Logitech Superlight. Но они чуть-чуть состоят по уровню. Допустим, оптические свичи определенно лучше механических. Почему Logitech в свою топовую мышку ставит механику, которая дабл кликает потом, мне непонятно. В Пульсар поставили оптику. Хотя в обычной X2 стоит механика. Доработали? Доработали. Молодцы. Боковые клавиши механические. С этим проблем нет. Они использованы так часто, как основные. По корпусу, что у Superlight, а что у Пульсара нареканий никаких нету. Корпус монолитный. И он довольно легкий. Да, Logitech весит 63 грамма, Пульсар 59 грамм. Он вроде бы легче, но по факту у Logitech нету снизу сот. А здесь есть соты, которые чуть облегчают эту мышку. И это не является недостатком. Допустим, Logitech может заряжаться от коврика. Правда, коврик еще 20 тысяч стоит. Поэтому не будем это брать в расчет. Поэтому сейчас мы основную проблему выделили. Это механические свечи на клавишах. Да, они могут не дабл кликать впоследствии. А могут и дабл кликать. А оптика не будет дабл кликать. Вот так вот. Поэтому 1.0 в пользу Пульсара. Идем дальше. Форма. Все индивидуально. Мне форма Пульсара больше нравится. Кому-то понравится больше у Logitech. Этому тоже не учитываем. Давайте посмотрим на другой факт. Например, как вам то, что здесь есть нормальное покрытие, которое не скользит в плотных руках. А Logitech так и нет. И вообще она выглядит как рядовая мышка. Ее даже, мне кажется, с офисом спутать можно. Да, это профессиональные мыши. Это как профессиональный инструмент. Там не нужна куча RGB-подсветки и так далее. Но вы хотя бы покрытие сделаете нормально, а не просто матовый пластик. Она реально скользит в руках, в отличие от Пульсара. Поэтому 2.0 в пользу Пульсара. Сюда не надо докупать гриппы с Алиэкспресса или откуда-то еще. Ну и плюс, кстати, 3.0. Знаете за что? За то, что здесь есть стеклянные глайды, а в Logitech нет. А глайды отдельно 2,5 тысячи стоят. И плюс к вашей пятнашечке прилетает еще 2,5. А если вы коврик надумали купить все, можете 3 Пульсара взять за эти деньги. А сколько Ламзу можно взять за эти деньги? На всю жизнь хватит. И кстати, по поводу дороговизны мышки. Все зависит от того, как часто вы меняете мышки. У меня за последние 15 лет всего 3 мышки было. И поэтому купить дорогую мышь еще на 5 лет для меня не жалко. Но если вы меняете мышь каждый год, для вас-то естественно будет накладно. А еще накладней будет дабл-клик словить, который не гарантийным случаем будет. Но зато эту мышку киберспортмены известные рекламируют. Нет-нет, они на них тоже играют. Тот же Simple играет на Superlight, только скорее всего у него стоят стеклянные глайды. И возможно вместо механики оптика. Хотя может быть и механика. Я не хочу сказать, что Logitech делает плохие мыши, но в данном содновом диапазоне от 13 до 15 тысяч рублей выигрывает Pulsar. А Logitech просто оверпрайс. И это не просто слова. Я доказал это обзором. Хотите верьте, хотите пробуйте. 15 тысяч рублей в принципе такая довольно крупная сумма для того, чтобы попробовать. Поэтому всем топовых мышек делайте правильный выбор. Не гонитесь за брендами. Не смотрите на рекламу. Думайте своей головой. С вами был Домашний обзор. Пока.